Книга «Открытым оком», том 9, тема «Потеряевка», вопрос 2215. Вы создали деревню, и она имеет свой устав. Но если кто-то не будет подчиняться, что будет с ним? И если кто-то из родственников приедет к своим и начнёт заводить свои порядки у вас, то как вы будете реагировать на это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы решаем всё коллегиально, не с бухты барахтов. Разузнаём сначала, как дело было. Потом собираются деревенские советы и выносят решения. В случае нужды будет деревенский сход. И этот документ имеет юридическую силу, так как наша деревенская община посёлка «Потеряевка» имеет и регистрацию. Зарегистрировано Управлением юстиции Администрации Алтайского края 1 декабря 1995 года за номером 622. Почтовый индекс 658-551, Алтайский край, Мамонтовский район, посёлок «Потеряевка». Телефон 8213-29-3-81. Рассмотрев аморальное поведение Петеримова Владимира Анатольевича, приезжающего в посёлок «Потеряевку» к своей сестре Людмиле Янчук, Петеримовой, находим невозможен его пребывание здесь. В дальнейшем он не должен приезжать сюда, так как он крайне отрицательно влияет на местность ребятишек, приучая их материться, курить, пить спиртное. Кроме того, он сам собирает здесь наркотические растения, такие как коноплю, и при том собирается этим заниматься и в дальнейшем. В заброшенном ныне доме в Мухе Александра Дарна ее решение может быть им обжаловано в течение месяца со дня получения им этого решения. Исполнение решения возлагается на Янчук Евгения Владимировича, Янчук Людмилу Анатольевну и Деревенский совет. Староста Деревенской общины Барабаша Игорь Александрович, члены Деревенского совета Киличков Николай Леонидович Устинов, Андрей Владимирович Плотников, Дмитрий Устинович Протерея, Лапкина и Аким Тихонович, 18 августа 2003 года. Чтобы решение совета не было выполнено, этого еще не случалось ни разу. Иногда обходимся и без этого решения совета. Просто одним предупреждением умным. Так, например, наш фермер Барабаш Игорь Александрович сотрудничает с фермером Искорчина, с Исковым Александром Семеновичем. А у этого доброго отца есть очень трудолюбивый, но крайне заносчивый, спесивый и дерзкий сына Леша. И вот этот отпрыск нарушает наш Деревенский устав, который запрещает включать нехорошую музыку на территории деревни. Фунт девятый устава. «Послали жалобу старости деревни и лично в глаза этому нарушителю все высказали и прочитали эти заявления. И добавили, что нарушать он больше не будет в любом случае. Мы расписали дальнейший расклад событий так. Если послушаешься, то конфликт решен мирно и ему благо за то. Но если решит нахрапом пренебрегать уставом деревни, то у нас несколько вариантов, которые все равно не допустят нарушать устав, но только это будет уже с ущербом для этого нарушителя. Если будет включать свой приемник в машине, то мы просто разобьем эту бандуру ломиком и потом будем судиться перед властями мира, пожертвуем чем-то, чтобы спасти остальных от бесовского посигновения. Или пожалуемся его сильному и расположенному к нам отцу и напишем жалобу его матери. Отец обрубит эту канитель сразу же, снимет приемник с транспорта. Или напишем жалобу милицию и в суд. Или разорвем с ними связь, и они потеряют все, что было совместное. Не будет у них тут стоянки. Парень послушал, и хотя видно было, что ему это не понутру, но больше не включал и вскоре уехал на учебу в университет. Если же бы он стал хамить, то тут есть очень сильное средство, крайнее, и к нему я вряд ли прибег, но оно было в запасе. Он учится в Алтайском государственном техническом университете, где я веду занятия. Если бы он стал хамить и прочее, то я сообщил бы в университет, и он бы очень легко вылетел оттуда, как совершенно негодный на должность будущего руководителя. И зоб ему поубавили бы маленько, а отец за него уже заложил многие десятки тысяч рублей за учебу. Повторяю, что конфликты могут быть разрешены и меньшей кровью, но допускать нарушать устав никому не позволили, и в дальнейшем будем также блюсти его. Не жди меня у запертых ворот, когда мои шаги запорошила. Как много в ожидании умрет, гниет весь капитал с трудом нажитый. Быть может, этот адрес устарел, и письма затеряла злая почта. Зато как много из колчана стрел меня не ранят лично и заочно. Не разбериха в адресном столе, меня от киллеров сумело уберечь. Крест отодвинулся, еще на сотню лет сумел я скрыться и на дно залечь. Не обессудьте, стоя у двери, мой телефон молчит и не случайно. Свет на окне моем недели не горит. Вам не открыли дверь, с улыбкой не встречают. Теперь секрет открою, не таясь. В апостольской командировке был я. Залечиваю раны, смою грязь, затянет след космическую пылью. Но семена, рассеянные щедро взойдут и даже, может, не при мне, воспрянут к облакам ливанским кедром, хотя как будто нет к тому примет. Нам встречу обещал в обетованиях невинный агнец, живший в Назарете. Не ждите зря, сверяйте все с писанием, спасайтесь не зимой, а этим летом. И если встреча быть не суждено, на этой крохотной, затерянной планете пусть сиротою не скулит щенок, не сбывшуюся встречу не жалейте. Молитву сотвори, крест на двери. Наш символ, образ самой лучшей встречи. Дом на замке, вздохнув, не укорим. Хозяин в отпуске чужие раны лечит. 25 мая 2004 года, Игнатий Лапкин.